МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Центральная ВИДНОВская библиотека готовится к новой жизни. Здесь проходит масштабный ремонт. Здесь вообще предполагается загрузить весь материал, который по зубам, и сделать еще интерактивные вещи, чтобы игры всякие, викторины. Накануне Дня Семьи, Любви и Верности мы расскажем о супругах, у которых не только одна на двоих семья, но и профессия. Мы разные люди, у нас разные характеры, у нас разный жизненный опыт. В храме усекновения главы Иоанна Предтечи в деревне Калиновка прошла торжественная служба, посвященная малому престольному празднику. И вот люди приезжают в наш храм, обязательно исповедуются, причащаются. И Господь совершает такое чудо. В Центральной ВИДНОВской библиотеке продолжается масштабная реконструкция. Ее цель – вдохнуть новую жизнь в старейшие культурные учреждения города. Сейчас часть работ уже проведена, и отчасти можно увидеть, как будут выглядеть обновленные помещения. Кипит работа на стройплощадке, в которую на время превратилась Центральная ВИДНОВская библиотека. О настоящем и будущем учреждения нам рассказала его директор Татьяна Лукашева. В 22-м году наша библиотека подала заявку в программу «Национальный проект культуры», в программу «Библиотеки нового поколения». И эта заявка в 23-м году победила. Нам выделили финансирование из федерального бюджета. Масштабная перестройка почти закончена в конференц-зале. Теперь здесь можно проводить мероприятия самого разного уровня. Сцена стала намного больше, шире. Здесь будет большая во всю стену видеостена. А вот то, что у нас было для оборудования, для звукового оборудования, микшерский пульт, микрофоны, всякие видеопоказы, это все мы теперь будем осуществлять вот в этой выгородке. Это такая пластиковая будет. И через нее мы будем проецировать все на сцену и звук, и видео. В зале помимо видеостены есть еще одна новинка – проектор, вмонтированный в потолок, который светит не на сцену, а вниз. Вот мы приобрели интерактивный пол. Это вот такой вот компьютер. Проецируются на пол различные игры. Скоро в зале появится еще один архитектурный элемент. Вот здесь, вот в этом углу, предполагается подиум. Вот он будет отсюда начинаться. Тут четыре уровня будет. И вот такой вот подиум, на котором можно сидеть вполне себе. И дети, и молодежи. Это, в общем-то, и современно, востребовано. Еще одно помещение, где производится ремонт – книгохранилище. Уже сейчас по сравнению с тем, что было, как говорится, небо и земля. Новые окна поставили. Новый пол у нас тут плиточный. У нас был тут рваный линолеум. Хранение, оно тут так и остается. Стеллажи сюда поставят. Вот эти груды книг будут расставляться. Но кроме этого, вот мы сейчас сделаем выгородку. Это у нас будет серверная отдельно уже отсюда, чтобы она там не мешалась у нас в холле. И два дополнительных помещения, вот эти офисные перегородки. Значит, это вот для кружков. Основной зал взрослой библиотеки пока еще не коснулись серьезные преобразования. Но скоро масштабные работы начнутся и здесь. Эта кафедра отсюда убирается. Делается у нас ресепшн в холле общий. Здесь у нас тоже будут стеллажи, тут лаунж-зона всякие. Также скоро преобразится и читальный зал. Впрочем, он и сейчас используется под самые разные мероприятия. От мастер-классов до музыкальных занятий. Здесь у нас планируются и рабочие места для сотрудников, и каворкинг-зона, и зона как бы игровая, вот типа такой. Здесь вот тоже такая лаунж-зона будет. Потом тут будет такая вот перегородка, чтобы проектор туда проецировал. Столы будут модульные, которые легко трансформировать. Собрал там, расставил как угодно. Значительно преобразится в фойе учреждения. Появится в библиотеке и музей, который будет посвящен одному из известнейших поэтов Видновского края. Центральным объектом музея станет сенсорная панель, которая уже закуплена. Здесь вообще предполагается загрузить весь материал, который по Зубову, и сделать еще интерактивные вещи, чтобы игры всякие, викторины, нажал, допиши стихотворение, получи там очко какое-нибудь. На ремонт выделено 10 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 13 миллионов добавила администрация Ленинского городского округа. Планируется, что обновленная библиотека распахнет свои двери к середине осени. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В начале июля отмечается День борьбы с аллергией. Сегодня мы пригласили в нашу студию врача-аллерголога Видновской районной клинической больницы Наталью Шевчук. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Ну, наверное, самый главный вопрос – это причины возникновения аллергии у людей. Ну, дело в том, что основная причина – это генетическое запрограммированное заболевание. И, соответственно, мы видим, что в настоящее время колоссально растет количество аллергических заболеваний. В частности, это связано не только с экологией, но и с прошедшей пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому данная тема, она становится с каждым днем все более актуальной. Как у детей, так и у взрослых. Вы упомянули как раз вот, да, коронавирусную инфекцию. Правильно я понимаю, что существуют и какие-то приобретенные случаи или нет? Дело в том, что сама коронавирусная инфекция, она повлияла в общем на организм человека. Как на сосуды, вызывая воскулиты. И тем самым мы видели поражение легких, головного мозга и других органов. Так и повлияло на тимус, наш один из основных органов, который обучает наши иммунные клетки реагировать на разные чужеродные агенты. Будь то аллергены, онкологические клетки или свои собственные. Какие существуют современные методы диагностики и лечения этого недуга? Ну, дело в том, что основное в аллергологии это правильный сбор анамнеза. Потому что не всегда лабораторно мы можем подтвердить в точности, на что у человека аллергия. Поэтому, конечно, мы должны сопоставлять поступление в организм аллергена и, соответственно, проявление аллергической реакции. Ну и насколько, скажем так, это направление сейчас переживает развитие, в том числе и техническое? На самом деле иммунология это, ну, в частности, аллергология как одна из частей иммунологии. Это основная сейчас направляющая в научной деятельности, в медицине. Потому что настолько много нового открывается сейчас в последнее время. В частности, молекулярные иммунологии, новые методы лечения иммунологических и аллергических заболеваний. Поэтому перспектив и дальнейших открытий очень много. Ну, наверное, такой заключительный вопрос будет. Насколько сейчас у людей велика вероятность при наличии каких-то, может быть, даже тяжелых форм аллергии вести нормальный, полноценный образ жизни? Я все равно считаю, что все зависит от человека. Если он будет соблюдать определенные правила и определенный образ жизни, то качество жизни будет гораздо лучше. Потому что мы очень часто встречаемся с тем, что люди, добиваясь хорошей ремиссии, начинают нарушать в том числе диету, быт. И перестают принимать препараты. Потому что сейчас очень часто сталкиваюсь даже с введением детей, взрослых с бронхиальной астмой. Дальнейший отказ от базисной, от постоянной терапии микродоз, маленьких доз гормонов, которые позволяют им вести полноценный образ жизни. Хотя стереотип у родителей в том числе, что если мы используем длительно препараты ингаляционные, это равно приговор, как бронхиальная астма. На самом деле мы это профилактируем, это заболевание, и тем самым позволяем выйти пациентам в длительную ремиссию. Потому что у нас есть протокол введения пациентов с бронхиальной астмой, джина, который обновляется каждый год. Мы читаем даже без перевода новые издания джины. И, соответственно, весь мир говорит о том, что необходима базисная терапия бронхиальной астмы, что позволяет выйти в стойкую ремиссию пациентам. Ну, я надеюсь, что наша встреча и та информация, о которой вы нам рассказали, она поможет людям еще раз пристально взглянуть на состояние своего здоровья и понять, что игнорировать, наверное, в том числе и советы у врачей, не стоит ни в коем случае. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что мы беседовали с врачом-аллергологом Видновской районной клинической больницы Натальей Шевчук. К другим новостям. У наших сегодняшних героев одна профессия на двоих – учителя русского языка и литературы. Супруги Владимир Лихварь и Ивета Беглярова даже работают вместе в Видновской школе номер 7. Легко ли живется под одной крышей двум филологам, со что они любят свою работу и почему считают русский язык одной из важнейших дисциплин? Об этом и многом другом они рассказали нашей съемочной группе. Какая связь между книгой «Гарри Поттер» и выразительным чтением стихов? Подобные вопросы и темы для обсуждений – нередкость на уроках учителя русского языка и литературы Видновской школы номер 7 Владимира Лихваря. Свои предметы он старается преподавать нестандартно и интересно, подстегивая в ребятах любопытство, желание думать и рассуждать. Его путь в профессию был тернист. Владимир успел поработать проходчиком в шахте, сварщиком, попробовать себя в средствах массовой информации и даже в геологии. Но нашел себя именно в педагогике. Начиная с университета, у меня такое ощущение, что где бы я ни работал, что бы ни делал, а моя профессия – это читать книги. Так что, ну, наверное, вот это и есть ответ на вопрос, да, что она для меня значит. Жена Владимира Ивета Беглярова, тоже учитель-словесник в Видновской школе номер 7, училась на отделении теоретической и прикладной лингвистики. За свою педагогическую практику преподавала и иностранные языки, и математику, и русский язык, и литературу. Но в конце концов поняла, что душа лежит именно к последним двум предметам. Как вы думаете, что влияет на выбор этих жизненных ценностей? Что влияет на то, чтобы мы считали, что это действительно хорошо? Своей главной задачей она видит привить ученикам любовь к литературе и языку. А также показать детям русский язык как систему. Стройную и сложную, но систему, а не хаос. Как ошибочно воспринимают его многие. Мне очень нравится высказывание философа Витгенштейна. Оно у меня в кабинете висит написанное. Граница моего языка – это граница моего мира. Если у тебя богатый язык, значит, твой мир богатый. И литература здесь уже будет рядом, потому что разбираться в литературе – это значит разбираться в людях и в жизни. Любой человек, который хочет реализоваться как профессионал, должен постоянно учиться и развиваться, считают наши герои. Особенно это касается учителей. А если ты непрерывно учишься, значит, у тебя нет высокомерия. У тебя нет позиции всезнайства. У тебя нет позиции, что ты выше ученика по знанию. Ты не выше. Мне нравится сравнение с эскалатором. То есть и работа учителя, и жизнь вообще – это не движение по дороге. А это ты едешь на эскалаторе, причем едешь вниз. И для того, чтобы удержаться хотя бы на одном месте, тебе нужно идти вверх. На вопрос, сложно ли жить двум словесникам под одной крышей, наши герои ответили так – это интересно. Мы разные люди, у нас разные характеры, у нас разный жизненный опыт. Конечно, общаемся друг с другом по поводу того, как мы смотрим на какое-то, например, произведение. И иногда соглашаемся, иногда обсуждаем, иногда спорим. Иначе скучно было бы. К слову, наследник Владимира Иветы также выбрал филологическое направление. Правда, пока его больше привлекает наука, чем педагогика. Но время покажет. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видно это. В храме усекновения главы Иоанна Предтечи в деревне Калиновка прошла торжественная служба, посвященная Рождеству Крестителя. Десятки прихожан посетили малый престольный праздник храма. О том, какие эмоции подарил людям этот день, расскажет Юлия Погосян. В Калиновский храм усекновения главы Иоанна Предтечи Марина Рахматулина приехала из Видного. Сегодня на службе женщина вместе с детьми. Для семьи это место знаковое. Двоих младших сыновей крестил служитель этой церкви отец Александр. Мы сюда приехали с большим удовольствием, специально на праздник, и хотели именно его разделить именно с прихожанами, потому что здесь такой приход, как сказать, уместный, нет слова энергетика, да, то есть она тут благодатная. У батюшка здесь отец Александр очень хороший, добрый, ко всем относится с пониманием, с душой. Иногда прощает грехи, даже не сказал иногда бы, а всем прощает грехи. Сегодня в храме особенно торжественно. Священнослужители вместе с прихожанами отмечают малый престольный праздник Рождество Иоанна Предтечи. Будучи рожденным у престарелых родителей, святому суждено было предсказать появление на свет Иисуса Христа, а впоследствии и крестить его. Такое внутреннее торжество, оно как-то окрыляет, особенно когда служба заканчивается, начинают звонить в колокола, и этот колокольный звон, он просто переполняет счастьем, и сразу как-то настраиваешься на позитив, охота что-то пойти еще сделать. Подобно тому, как у бесплодных родителей появился святой Иоанн Креститель, так и православные верующие приходят в Калиновский храм за чудом рождения ребенка. Здесь находятся иконы и частичка мощей преподобного Давида Гориджийского, молитва которому помогает в зачатии. Икона преподобного Давида Гориджийского, которую я привез из Грузии. По молитвам преподобного Давида Гориджийского Господь дает ребенка тем семьям, которые долгое время никак не могут забеременеть, зачать или просто выносить. И вот люди приезжают в наш храм, обязательно исповедуются, причащаются, и Господь совершает такое чудо. Рождаются только мальчики, ну а люди уже в благодарность называют этих мальчиков либо Давидами, либо Александрами. Завершилась праздничная служба причастием и крестным ходом. Десятки верующих исповедались и были помазаны. Отец Александр благословил и окропил людей святой водой. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.